приветствую всех настоящих ценителей бокса это прогноз на бой мурата гасиева против михаэля больше поединок состоится в нестандартную дату а конкретно пройдет он уже в ближайший четверг у нас в россии в городе москва вечером на волейбольном стадионе динамо и начать я хочу с сенсационного заявления которая не имеет прямого отношения к данному поединку дело в том что я считаю что такой боксер как мурат гасиев да именно тот мурат гасиев который уже три года ну фактически не проводит нормальных боев у которого был простой который неизвестно что на самом деле его ждет дальше но при всем при этом я считаю что мурат гасиев потенциально способен победить энтони джошуа если это ребята то понятно что никто их сейчас друг против друга не выпустит просто у мурата гасиева не будет сейчас возможности биться против джошуа но если вот придет он в себя там буквально год не знаю пройдет войдет в ритм или даже выйдет таким каким он был в крузерах по некому такому волшебству против энтони джошуа вот запустить их в ринг друг против друга 12 раундов так вот я считаю что их стили таким необычным образом сочетаются что данный поединок был бы крайне опасен для энтони джошуа и если вам данная тема интересна в следующих выпусках мы можем ее более детально обсудить ну а сейчас вернемся в реальность потому что бой с энтони джошуа это конечно же хорошо но до него нужно вообще-то еще дойти а для этого нужно победить ну минимум наверное 10 оппонентов если не больше и кстати далеко не факт что это непременно получится потому что я говорил именно про бой с джошуа а противники другие может даже более слабые тут надо смотреть конкретно что и как чтобы нам понять как бой сложится мы немцы разберем мурата вспомним потом их стили сопоставим как они сочетаются конкретный именно друг против друга также я зашел на паре матч посмотреть коэффициенты но там они почему-то не выставлено точнее они были но сейчас их убрали я думаю они появятся буквально со дня на день или даже с часу на час и паре матч на паре матч можно побеждать вместе с любимым бойцом а также паре матч всем новым игрокам дает бонус до двух с половиной тысяч гривен или до 100 долларов вашей местной валюте в моем случае в рублях бонус этот находится по ссылке в первом закрепленном комментарии прямо под этим видео каков он михаил волиш ну многие всегда как бы начинаются статистики давайте тоже по ней пройдемся немец 35 лет боев у него довольно много довольно много побед но при этом 4 поражения и все четыре боя он проиграл именно что досрочно но гораздо интереснее его техника то как конкретно он бьется это спортсмен высокий рост метра 97 и для высокого боксера вот всегда главный вопрос который перед ним стоит этому в состоянии не в состоянии ли он вас использовать свой рост преимущество в росте то есть удержать оппонента допустим мурат агасиева на дальней дистанции михаил волиш не способен потому что у него нету острые левые руки и что вы именно как палкой как шпагой протыкать держать на дистанции ну нету просто этого да и удар правую рукой тоже у него достаточно затянуто то есть сейчас осилик поговорим отдельно но у него нету такого чтобы вот подбит на входе не умеет даже не из-за техники а просто такова его природа он довольно медленно довольно нескладный довольно затянутый боксер поэтому использовать свое преимущество в росте для него невозможно зато какие у него есть плюсы михаил волюш умеет боксировать он кстати далеко не нулевик вот знаете есть такие боксеры я не хочу называть фамилий но их показывают по телевизору они выходят даже против чемпионов иногда но они знаете вот как антибоксер то есть вот все как бы есть чтобы быть вот ну максимально неэффективным боксером вот волиш это боксер настоящий то есть тело его слушается и у него очень интересным образом построен удар по сути удары михаила волюша опасны и чтобы объяснить почему я хочу привести немного шутливый пример ну среди нас много людей взрослых многие застали девяностые или время сразу после девяностых время было достаточно суровое и мой сосед как-то он в парке гулял с мопедом вот как раз таки как только закончились девяностые и у него этот мопед ну нехорошие люди решили в общем отобрать он не был атлетом каким-то ночью любил пить пиво курить но как бы это мужество у него присутствовало и он вступил в битву с ними в неравную и он как бы зафитерил одному из них так прям очень хорошо размахнулся и и в общем ударил как следует сломал себе то ли сломал косточку в кулаке то ли трещина была хорошая ну прям такая хорошая то есть там долго ходил к врачу по этой части и я тогда задумался еще тогда мне это стало очень интересно как вот так вот будучи молодым не имея спортивной подготовки так вот ударить кого-то и сломать косточку как это возможно а на самом деле очень просто что называет у человека как бы есть расслабленность есть что называется кость тяжелая жаргонно тут дело не в кости а хорошая динамика то есть он расслаблен он как бы не спортивный и он медленно затем затем вот он как дровосек у него нету такого взрыва что-то нету как ракета то есть он и именно удар такой вот затянуто то есть он такой как бы идет вот именно как полет такая да но в конце хорошей и вот этот волиш если вы посмотрите как он бьет он владеет базовой техникой хотя там любит так бить что в разрез ему можно попадать к сожалению но в принципе нормальный у него удар технический вложение как бы есть массы тела и они очень медленные и они так идут медленно-медленно затянута но в конце это вдалеке туда вот особенно он длина руки вдаль бьет у него по непонятной траектории рука разгоняется и и хороший удар хороший то есть по сути он опасный и теперь мы переходим к тому как сложится бой и начать стоит того возможно возможно ли апсет ну ребят это бокс понятное дело что возможно все и всегда но если например вот как обычно строится апсет яркий апсет это бой энтони джошуа против энди руйса что там сыграло то два фактора то что энтони джошуа в принципе он не очень хорошо держит удар сам по себе это важный момент и второй ну понятно там недооценка противника поехал возможно не та фармакология была в америке другое тестирование это все ладно но второй момент то что получается не очень прочная голова и так устроена техника что он способен сам пропускать удары я не хочу сейчас в это погружаться но благодаря своей технике он не может себя полностью обезопасить так вот мурат гасиев я считаю что это боксер крайне стабильный на он может пропустить так же как и джошуа это все возможно но в предыдущих боях он показал что он очень хорошо держит удары и это дает определенную стабильность то есть даже если каким-то образом от уолиша будет один шайной удар ну в принципе я думаю ну вряд ли там погоду сделает то есть вряд ли как-то исход боя переломит поэтому я считаю что выиграет мурат гасиев более того на мой взгляд я считаю что опять же мы не знаем вот промоутеры делают бой у них свои цели команда мурат гасиев у них свои цели может быть у них цель там прогреться побоксировать подольше мы все это не знаем но если мурат просто выйдет с целью ну вот как есть в общем отбоксировать но кутировать как можно раньше если предоставится такая возможность то я думаю что мурату эта возможность предоставится в первые четыре раунда потому что уволишь руки медленные он бьет часто по широким траекториям у мурата при этом очень взрыв хорош руки очень быстрые он очень хорошо бьет в разрез между рук он бьет сдвоенные удары как голова корпус тоже рукой то есть у него есть но все инструменты что просто он своими быстрыми руками воспользуется и я думаю уволишь если не в голову то в корпус дрогнет и будет подбито в первые четыре раунда такой мой прогноз ну и в принципе исходя из него я на паре матч если появится хороший коэффициент планирую сделать азартную ставку спасибо что данное видео посмотрели всем добра до новых встреч тушу камеру